Слава Украине! Привет всем от Полонского. Думал, что сегодня уже ничего записывать роликов не буду, но вот события, которые происходят сейчас на России, заставляют еще один ролик записать, хотя я и устал. Так вот, мы много с вами говорили о создании украинского МОСАДА с тем, чтобы крающая рука закона находила российских террористов, убийц, мародеров, садистов и просто бандитов в тех местах, где они, собственно говоря, и проживают. Ведь вряд ли можно надеяться на то, что всех российских террористов удастся привлечь закон к букве закона то ли в Украине, то ли, может быть, отослать в Гаагу их. Ну, в Гаагу отошлют там путерастов более высокого уровня, да, там Шойгу полетит, если он жив останется, Герасимов, Суровикин. Ну, Суровикин, возможно, свою Кондропупит, тут трудно, не знаю, там по-разному может быть. Вот, то есть далеко не все из них попадут, получат, скажем так, положенное по закону наказание. А справедливость требует того, чтобы они наказаны были. Ну, мы все можем вспомнить, как израильтяне поступали и очень эффективно поступали с немецкими военными преступниками после окончания Второй мировой войны. Вы все это помните, об этом рассказано ни разу, ни два. Были случаи, когда они вывозили немцев к себе, но чаще они решали вопрос на месте. На месте решали вопрос. И очень многие задавали вопрос, будет ли создано что-то наподобие украинского Моссада. Дело в том, что Украина имеет очень серьезные спецслужбы и очень серьезную разведку. И поэтому создать, я скажу честно и откровенно, уровню, может быть, даже и повыше, чем тот же самый израильский Моссад. Ну, точно не ниже, точно не хуже. Поэтому создать нечто подобное было бы очень логично. И вот я не знаю, связывать ли эти два события или не связывать ли эти два события, мне это неизвестно. И никто об этом никогда не признается, по крайней мере, в ближайшее время. Но сегодня в Краснодаре во время пробежки был убит российский военный преступник, некий Ржицкий. Ржицкий, если я правильно могу ошибаться в фамилии, так не обессудьте, уж погуглите там, я не знаю, как его там на самом деле зовут. Это бывший командир подводной лодки, обстреливающий, обстреливавший, по-моему, даже он сейчас был командир, он просто в отпуске что-ли был. Командир подводной лодки, обстреливавший Украину вот этими вот террористическими крылатыми ракетами «Калибр». Было там, насколько я понял, четыре выстрела, киллер его где-то там ждал, время пробежки, я так понимаю, и, собственно говоря, застрелили его. Я свое мнение, учитывая правила Ютуба, я не буду высказывать своего отношения к данному событию, но вы прекрасно его понимаете. И также мне неизвестно, являлась ли преступная деятельность этого негодяя причиной того, что с ним произошло, или, может быть, он погряз в долгах. Вы же понимаете, тут все что угодно может быть, может, там какая-то любовная история была, тут трудно сказать. Но зная его роль деятельности, то есть то, что он был командиром фашистской подводной лодки, понимаешь, что велика доля вероятности того, что он был наказан за свои злодеяния в отношении Украины. И если это так, ну тогда, вот я считаю, если это так, тогда у российских военных преступников остается один правильный путь. Это сдаться СБУ, получить свои 15 лет тюрьмы и жить, жить, питаться макаронками в тюрьме и продолжать жить. Живите!